физкульт привет друзья еду с тренировки за рулем ноги тренировал немножко буду тупить ну и разговор сегодня тоже смешной немножечко будет такой туповатый вы знаете я не люблю никогда там обсуждать кого-то критиковать хотя иногда бывает но вчера черт меня дернул делать было нечего там что-то готовил включил стрим одного блогера давнишнего уже он давно на youtube при этом там у него человек 16 тысяч подписчиков имеет свою аудиторию определенную имеет конечно большинстве своем здравый подход к тренингу довольно таки взрослый дядька но жена моя всегда смеется надо мной когда я его слушаю спрашивает зачем я это делаю я это делаю для того чтобы понимать как мы иногда смотримся перед вами перед нашими зрителями и вот серьезно мне страшно если я тоже иногда выгляжу так по-идиотски не хочется быть с новым не хочется быть идиотом конце концов если за мной какие-то косяки друзья обязательно пишите мне в комментариях я буду это пытаться себе устранять но смысл не в этом смысл в том что человек почему-то всегда всех обсирает вообще у него нет подхода к тому чтобы обсудить не человека не какие-то его качества обсудить именно то что человек рекомендует ведь мы все блогеры в той или иной степени затрагивающие моменты тренинга питания имеем какие-то свои определенные взгляды естественные я тоже но я допускаю что у меня очень много возможно заблуждений ошибок и если я в чем-то конкретно уверен что я на практике прошел то я вам это говорю что касается вопросов питания то в основном это конечно же теория и практика показывает что для каждого это разное но нет для этого человека все и даже жена тоже посмеялась его любимый шреддер которому он поклоняется я уж не помню он горит даже вот шреддер там какой-то убогое у него тело там что ли дегенеративное это он типа накачался блин даже шреддера которому он поклоняется он умудрился его срать при этом он обсирает дениса борисова но здесь я вот как психолог напрямую вижу только зависть потому что это для него стриптизер это для него какой-то аморальный человек хотя сам в кадре постоянно голый не но это не маразм друзья обсирать человека который зарабатывает профессионально зарабатывал стриптизом ну не знаю я в этом не вижу ничего плохого и самому постоянно ходить голым в кадре я понимаю что это делается для того чтобы показать и это достойно уважения что в возрасте человек может хорошо и должен хорошо выглядеть я знаю что он читает поэзию прозу наверняка тоже достойно уважения но нельзя же всех под одну гребенку постоянно только обсирать ну и что что борисов там был стриптизером ну и что что зарабатывает деньги а мы все блогеры и ты в если что не гребешь деньги не стараешься на этом заработать иначе зачем ты тогда выпустил свою книгу продаешь ее это все лицемерие друзья и все это не от большого ума что хочется сказать вот смотрел я так бы не стал бы ничего говорить но вел он свой стрим было у него там три его преданных поклонника которые ему там всячески подлизывали он от этого испытывал оргазмы но даже они задавали ему вопросы по тренингу и он даже не мог понять о каком упражнении его спрашивают его спрашивали разгибаниях голени все знают что это но обычные разгибания на квадрицепс он почему-то подумал что это русские наклоны стал обсирать русские наклоны хотя русские наклоны все мы знаем это шикарнейшее упражнение которое помогает которая укрепляет которая дает мощную силу в приседе в становой тяге все это очень очень важно а вот упражнение которое рекомендует он к примеру румынскую тягу на прямых ногах но на мой взгляд только больной человек может такое рекомендовать здоровым людям потому что это реально не на коленке будет вам вредить это будет убивать поясничный отдел позвоночника именно пятый его позвонок что касается задали ему вопрос еще что он думает про гиперэкстензии господи какую чушь стал нести человек вообще просто ничего в этом непонимающий вот иногда действительно если чего-то не знаешь лучше промолчать там сказать что я не знаю или там как-то перевести тему потом почитать в гугле как я делаю когда туплю нам понимаете друзья это настолько тупо и смешно как вот часто спасу кукоцки мне писал там давай вот сделай рейтинг самых лучших блогеров и поставь меня там на первое место а борисова на второе но это же смешно ребята зачем зачем это делать тем более если он не знает что станок гиперэкстензии обратной экстензии как хотите называйте не просто так был придуман его изобрел великий человек луи симмонс пауэрлифтинг с большой буквы пауэрлифтер человек с большой буквы он сломал позвоночник сломал его как раз таки вот в районе этого пятого позвонка сел в инвалидное кресло врачи сказали что все никогда тебе даже не встать с этого инвалидного кресла как наши врачи любят положить тебя в постель чтобы ты там тихо спокойно умирал нет такие люди как луи симмонс не могут просто так достигая таких высот просто упасть потом и спокойно умереть естественно человек подумал лучше умереть в движении чем лежа бракнивая там в этих простынях и стал думать стал работать головой изобрел станок который помог уже ребята вы не представляете какому количеству людей все здравомыслящие пауэрлифтеры а у меня в зале тренировалась сборная россии по пауэрлифтинг все используют этот станок не потому что это веяние моды а потому что это жизненная необходимость если вы хотите чтобы у вас не было травм но если у вас уже есть грыжей протрузии вы прекрасно знаете что только этот станок помогает почему а потому что это единственное движение которое декомпрессионно воздействует на позвоночник так зачем нести чушь и просто в глазах здравомыслящих грамотных людей выглядеть идиотом непонятно вот по мне лучше сказать что я этого не знаю этой темы не касаться и это как знаете составить рейтинг лучших 100 певцов рок певцов и внести себя туда как самого лучшего певца я думаю кто следит за рок-движением знает кто это сделал но это же смешно даже если ты являешься таковым но нет человек утверждает что имея шестнадцать тысяч подписчиков на канале хотя я понимаю что контент такой который преподносим мы блогеры не развлекательного характера да он многие не подписываются потому что это скучно нудно все мы любим смотреть всякие приколы расслабляться но все равно друзья когда у тебя канал уже лет шесть это показатель наверное и говорит что ты самый лучший блогер ты один единственная все остальные говно это как минимум некорректно по отношению к коллегам своим даже если мы все действительно полное говно просто люди тебя же не будут нормально воспринимать и обратите внимание что такое шизофрения когда человек постоянно постоянно говорит я я я я а если вы посчитаете сколько этот блогер за 30 минут умудряется сказать это местоимение по-моему я это местоимение да я в русском-то не силен английский не выучила ну да туплю я немножко в этих в общем вы просто обалдеете вот если сделать нарезку такую просто вот ну лень и не хочется этим заниматься просто будет винегрет вот из этого я я я зачем давайте быть проще мне кажется как я ну не знаю мне кажется что мы с вами как-то нормально стараемся общаться и если иногда у меня и вырастает какая-то корона мои хейтеры которых очень мало они мне и очень быстро сбивают хотя конечно хочется одеть на себя мани увеличия мантию величия смотреть на всех с высока но это у нас в природе но ведь это все как и он сам говорит это же видно невооруженным глазом видно когда ты что-то пытаешься из себя представлять чем ты не являешься или когда ты просто действительно открыт и стараешься доносить какие-то знания поэтому друзья думайте всегда головой смотрите слушайте всех но фильтруйте пропускайте через сито здравого смысла все кто бы что ни говорил даже я ну все спасибо что смотрели всем пока хорошей предстоящей недели не пропускайте тренировки спите почему вот вы сейчас все не спите в россии ж блин поздно бегом в кровать увидимся в тренажерном зале